Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ, его вторая часть, бизнес-класс. Сейчас в эфире. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. В этом смысле ничего не изменилось. А вот в студии у меня новые гости. Очень приятно мне их видеть. Я их представлю, давайте, сначала. Итак, Екатерина Саяк. Катя, добрый день. Здравствуйте. Генеральный директор компании EMTG. Все верно. Клиент Совета Директоров Российской Ассоциации Франчайзинга. И в студии сегодня Илья Мунерман, генеральный директор управляющей компании EMTG, партнера Илья. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, мы сегодня с моими гостями будем обсуждать тему, как правильно оценить свой или чужой бизнес. Тема актуальна, тема интересна. Я думаю, и вам тоже, наши слушатели, это будет не безинтересно. Поэтому, я напомню, есть у вас возможность связаться с моими гостями, задать им вопросы в прямом эфире или поспорить, может быть, с ними. Катя сразу, да, так... Оживилась. Оживилась. Нет, мне показалось наоборот, да? Ты так посмотрела, грозно. Кто это еще со мною посмеет спорить. Но, тем не менее, а вдруг? Так вот, уважаемые слушатели, если у вас возникнет такое желание, вы можете позвонить в студию по телефону 65 10 99 6, либо написать нам на сайте finam.fm, я вашу реплику прочту в прямом эфире. Ну, собственно, все, все приготовления у нас есть, все приготовления, точнее, я сделал. Давайте начнем нашу беседу, как правильно оценить свой или чужой бизнес. Ну, вопрос, Илья. Да. Вопрос вам, свой или чужой бизнес? Вообще, есть разница в методологии, разница, я бы даже, в стратегии оценки? Вот есть свой бизнес, а вот есть чужой бизнес? Ну, в методологии разницы на самом деле нет, потому что любая оценка бизнеса, она складывается из некой композиции ценообразующих факторов. То есть объективных каких-то данных, да? Да, так называемых драйверов стоимости. Эти драйверы стоимости, они известны, причем они не зависят от того, кому и принадлежит бизнес. Да, 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 вот мне хотелось бы это подчеркнуть. Тут только разница в том, что если вы хотите оценить чей-то приватный бизнес, то вам никто эти драйверы не раскроет. Совершенно верно. Если не захочет его продать. Если вы захотите оценить публичный бизнес, то вам не только раскроют эти драйверы, но и аналитики подробно напишут о том, что это за драйверы, как их анализировать, какие они прогнозы. Илья, Илья, давайте. Драйверы, хорошее слово, драйверы, критерии, но пока ни о чем. Давайте конкретно, что является этими самыми критериями. Есть, я так понимаю, множество, ну или какой-то набор подходов к оценке, да? Есть. Каждый из них давайте мы проговорим. Есть, есть, есть. Но, Катя, Катя, я все еще с вами, да. Катя заскучала, давайте дадим ей вопрос сказать. Да, давайте. Что хотите, чтобы я сказала про оценку бизнеса? Скажите, что хотите сказать. Ну что, вы не скучали. Вы же знаете, что я вот... О, Катя, расскажите о премии. Ага, спасибо большое за вопрос. Спасибо большое. Долго мы ходили вокруг да около. Ну, на самом деле, мы вчера провели премию. И это гигантский камень, который... Это было феерично, давайте так я вот... А вы откуда знаете? Я вас там не помню. Ну, на самом деле, действительно было феерично. Я вас там помню. Пожалуйста, подтвердите, что это было феерично. Абсолютно феерично, согласен. Да, и помимо этого, мы реально проделали огромную работу. Потому что, ну, забегая чуть-чуть вперед, я не знаю, был у вас заготовлен этот вопрос или нет. Вот что касается открытости во франчайзингом направлении, то здесь ситуация оставляет желать лучшего. И когда мы готовили эту премию, когда мы приняли решение составить настоящий профессиональный рейтинг, мне абсолютно все, и компании, и финансовые структуры, которые видели опросника, говорили, ты никогда этого не сделаешь. Такую информацию тебе никто не даст. Илья заулыбался, как профессионал. Я все-таки полгода общался с предприятиями и убеждал их дать. Мы собрали 13 смельчаков, мы собрали те компании, которые действительно нам дали информацию, и мы таки сделали первый профессиональный франчайзинговый рейтинг. И я считаю это огромной победой. И пользуясь случаем, хочу объявить, что первое место в этом рейтинге заняла компания Invitro. Всем известно, и это одни из моих таких любимых и клиентов, и уже и друзей, и партнеров, потому что настолько люди, людям не все равно, что они делают. У них настолько выстраивается долгосрочная система бизнеса. Они не живут тем, чтобы только хапануть сейчас деньги, а дальше будет что-то будет. И поэтому совершенно заслуженно они заняли первую позицию. Нет, я подумал о том, что если кто-то живет, хапануть и дальше свалить еще надо было добавить. Свалить. Ну, иногда, да, хапануть и наоборот куда-нибудь залечь, не свалить, чтобы тебя никто не нашел. Да, свалить там уже как карта ляжет, что называется. И я просто хочу продолжить второе место в рейтинге. Это компания 33 Пингвины, это торговая марка. Это сеть кафе мороженых. Я очень люблю эту компанию, потому что они регионалы, они очень активные. Это российские разработки. Я очень люблю мороженое, тебя фразу. Ну, я на самом деле действительно очень люблю мороженое, но я вообще люблю людей, которые работают. Я люблю людей, которым не все равно. Я люблю людей, которые искренне болеют душой за то, что они делают. У них, как правило, получается совершенно потрясающий результат. Это очень здорово, да, это очень здорово. Это помогает, наверное, как-то встрепенуться и надеяться, что все-таки у нас все будет хорошо. Я уверен в этом, я уверен. Ну, буквально несколько минут назад в предыдущем эфире даже слово это вот вкусное, замечательное, я его с удовольствием еще раз, наступит благоденствие. Вот скоро у нас наступит благоденствие. Ну, мы работаем над этим. Конечно. Да. Вернемся, вернемся. Илья, парадокс, на мой взгляд, парадокс. Катя рассказывала, все замечательно, премия действительно фееричная, я всех поздравляю еще раз победителей. И тем не менее, проблема была выудить вот эту объективную информацию. Была, была. Смотрите, парадокса здесь нет, вот на мой взгляд, я прихожу к бизнесмену и говорю, мы рейтинг составляем. Рейтинг в конечном итоге, да, он работать будет на твой бизнес. Если ты пойдешь в первую там какую-то десятку, в первую тройку или будешь на первом месте, то, естественно, да, все потребители твои, потому что ты возглавляешь рейтинг. А он говорит, нет, а я вам информацию не предоставлю. Они боятся, боятся по разным причинам, боятся, что найдется что-то, что наоборот не выведет его на первые строчки. Нет, нет, по поводу что-то, да, конечно. По поводу что-то и по поводу всего остального. Смотрите, на самом деле, я немножечко издалека начну, сейчас безумно модные футурологии форсайты, да. Если мы попробуем составить форсайт финансового рынка середины и конца 21 века, то понятное дело, что предприятие имеет некую ERP-систему. То есть систему планирования своих ресурсов, систему, объединяющую всю информацию, которая есть на предприятии. В советские времена это называлось замечательным словом АСУ. Итак, вот мы имеем эту прекрасную систему, и мы можем эту систему напрямую через современные коммуникационные каналы подключить к системам обработки информации, автоматизированного принятия решений биржевых аналитиков. Это абсолютно, в общем-то, назревшие технологические решения. И дальше торговые роботы будут соревноваться между собой. Кто как бы будет быстрее покупать, лучше покупать, свое время не продавать и так далее и тому подобное. Мы плавно идем к такой конфигурации фондового рынка. Западные рынки уже во многом к этой конфигурации пришли. Уже очень многие решения принимаются автоматическими системами, без участия человека, с анализом огромного количества факторов, которые один человек просто физически не способен обработать в сжатые промежутки времени и прочее, прочее, прочее. Эти процессы идут, причем учитывают они не только финансовую информацию, к которой мы привыкли, балансы, что-то прибылях, убытках, но и дополнительную информацию, в частности, это информация медийная, это результаты работы семантических анализаторов, которые анализируют все, что пишут об этой компании потребители на самых разных сайтах. Еще параллельно выявляются заказные комментарии и отсортироваются. Я понимаю, количество комментариев можно еще каким-то образом отследить. У этого больше, у этого меньше. А их качество, что называется. Все, правдивость, тональность, эмоциональный фон того, кто пишет, потому что он может быть, в принципе, истерик, он обо всем говорит на повышенных тонах. А на самом деле у него средний уровень удовлетворенности нашим продуктам. Вот вся эта информация... Средний уровень, боже мой. Илья, очень интересный, но я вынужден прервать, потому что мы сейчас новости послушаем с удовольствием, а потом продолжим. Новости. Ну что ж, друзья, мы продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем, как правильно оценить свой или чужой бизнес. На эту тему я разговариваю с моими гостями в студии Екатерина Саяк, генеральный директор компании и МТГ, член Совета редикторов Российской Ассоциации Франчайзинга, и Илья Мунерман, генеральный директор управляющей компанией «Мунерман и партнеры». Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Итак, продолжим наш разговор. Илья, вам, собственно. Да, собственно. И после того, как мы проанализировали все данные о компании, мы можем принять решение инвестировать у нее деньги или нет. Соответственно, компания может занять две стратегии. Первая стратегия — это стратегия максимальной открытости. То есть мы предоставляем все данные аналитикам. Пожалуйста, копайтесь, принимайте решения, выдавайте рекомендации. Риск этой стратегии состоит в том, что данные украдут конкуренты, а в России добавляется еще ряд других специфических рисков. Подождите, а что за данные, которые могут украдать конкуренты и которые должны попасть в рейтинг при этом? Ну, боже мой, ну... Финансовая отчетность... Нет, ну давайте, например, франчайзеров, да? Вот у меня очень важным фактором, который мне нужен для рейтинга, являются данные о франчайзе. Очень важные. То есть сколько их, в каких регионах, сколько точек у этого франчайзе, какую он имеет выручку, прибыль, чистые активы, насколько он устойчивый, насколько он, собственно говоря, удовлетворен сотрудничеством со франчайзером и так далее и тому подобное. Представляете себе массив информации? Да, массив... Если этот массив информации попадает конкуренту, конкурент говорит, ага, у них не захвачен Омск, отлично, я иду туда. Или другой пример, ага, смотри-ка, в Нижнем Новгороде-то у них не идеальные показатели, так, Нижний Новгород попадает у меня в некую другую категорию. И прочие, 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 конкурент с огромным удовольствием поработает со списком франчайзе, с их выручкой, прибылью, чистыми активами. Подведили, Илья, а теперь давайте расскажите мне, как сделать так, чтобы информация, которую я вам предоставил, да, секретная информация, не попала в руки моих конкурентов. Ну, заключить договор конфиденциальности, других вариантов нет, и доверять тем, кто составляет вам рейтинги. Потому что здесь очень важно то, чтобы отсутствовала мотивация, да, то есть если вы работаете с крупной компанией, которая много лет занимается составлением рейтингов, ну, а какая у меня мотивация торговать списками франчайзи? И ответил сам на вопрос, какая у меня мотивация торговать? Какая еще может быть мотивация, Илья? Я прошу прощения, не хочу не обидеть, Катя, Катя. Да, да. Как? Как? Где здесь правда-то? Правда где? Слушайте, ну, на самом деле, правда следующая заключается. Я бы выводила, наверное, франчайзинговое направление вообще несколько в отдельный кусок, потому что во франчайзинге открытость — это один из самых важных факторов. Потому что когда франчайзи вкладывают свои деньги, они должны понимать, во что они вкладывают. Опять хотел услышать фразу. Во франчайзинге открытость — это самое главное зло. Нет, это не зло. Это правда... Вот Илья сейчас убедительно мне рассказал. Не дай бог вот это все, что я ему нашептал по секрету, да, окажется в руках конкурента, и все, прощай, бизнес. На самом деле, если франчайзер достаточно серьезно стоит на ногах, то даже если информация о его франчайзе куда-то и разойдется, никто из его франчайзи никуда от него не уйдет. Это практика, которая доказана вообще во всех странах мира, и Россия здесь не исключение. Есть компании очень слабые, которые поэтому не хотят раскрывать у себя информацию, у которых большие проблемы с франчайзи, и поверьте, к сожалению, таких немало у нас в России. Поэтому, естественно, они никому ничего не говорят и вообще предпочитают нигде никак не светиться, не выходить на какие публичные выступления, потому что тут же... Соответственно, не попадут ни в какие рейтинги. Ну, совершенно верно. А теперь посмотрите на эту ситуацию с обратной стороны. Вот есть некий активный человек, который в 50 с небольшим лет заработал достаточно денег и хочет уже уйти из активного бизнеса, заняться чем-то более спокойным. Например, реализовать свою мечту, открыть свой бар. Вот он идет, у него есть там 5, 7, 10 миллионов, неважно, и он идет открывать свой бар. Ему говорят, отлично, приходи, через 5 лет ты выйдешь на окупаемость, в твой бар будут ходить люди, у тебя все будет прекрасно. Он вкладывает заработанные, честным трудом, скупленные... Я прошу прощения уточнить, а он по франшизе этот бар... По франшизе, конечно, он что, специалист по барам? Нет, конечно. Ему нужен товарный знак, ему нужны какие-то материалы, оборудование, пиво, в конце концов. Вот. Он идет по франшизе, открывает бар и через 5 лет не получает никакой окупаемости. Он получает убытки. Он ввязался во всю эту историю в 53 года, ему 58, но разбит его коры. Это нормальная ситуация? Это ужас, я бы сейчас представил просто... На самом деле, это вот я не очень люблю нас сравнивать с Штатами. Да, и Штаты по этому пути уже проходили в 50-е годы. Именно поэтому у них есть обязательная система раскрытия информации о франчайзингах, рейтинг журнала Entrepreneurs Magazine, которым мы, кстати, руководствовались, когда готовили наш рейтинг и наш опросник, который минимизирует такие риски. Если ты хочешь получать деньги от населения, то, извини меня, изволь раскрывать информацию и думать, как ты будешь противостоять конкурентам. Кроме того, понимаете, раскрывается-то рейтинг. Список франчайзеров с выручкой, прибылью и так далее не раскрывается. Он используется при составлении рейтинга, но само факторное пространство мы держим в секрете. Это, кстати, особенность современных рейтингов, секрет факторного пространства. Потому что как только вы раскрываете некий фактор, который существенно влияет на итоговое значение рейтинга, этот фактор немедленно становится объектом манипуляции. Есть такой закон Гудхарда, который гласит, что «When the measure to be a target, it's listed to be a good measure». То есть как только некий показатель становится измерителем чего-то, он тут же перестает быть хорошим, измерителем. Да, быть объективным. Я все-таки про дяденьку Илья рассказывал 53 года. Это запереживали в его уши. Я просто, да, это кошмар. Представляете, он заработал, видите, где, и все. Он всю жизнь копил, это была мечта, он хотел судьба. Из реального. Из реального. Из реального. Хотите, расскажу? Не, не хочу, я сейчас буду плакать, не надо. Ладно, не буду, хорошо. Да, слушай вопрос, да. Проблема дяденьки-то в чем? Он не к тому подошел с этим баром? Да, дяденька подошел не к тому с этим баром. И, к сожалению, не тех сейчас много, потому что франчайзинг приобретает такую существенную популярность. И на рынке появляются, ну, когда откровенные жулики, простите, а когда компании, просто слабо стоящие на ногах, они сами свою корпоративную сеть еще не развили, они не опробовали свой бизнес, у них нет еще тех технологий и того точного понимания, что будет работать и как работать. Компания открылась год назад, выходит на рынок и говорит, «Все, я теперь франчайзер». В этом есть свой риск. Поэтому, естественно, когда дяденька вкладывает все свои наработанные деньги, он должен иметь хоть какую-то гарантию. И мы в данном случае просто хотим показать, ну, один из инструментов, потому что компании, которые проходят эту оценку, по крайней мере, это компании, которые хорошо стоят на ногах. Смотрите, вот мне обязательно нужен сегодня этот список, нам с вами составить и озвучить его в прямом эфире, на что надо. Я единственное, что посмотрел, вот опять вспомнил про этого дяденьку, я подумал о том, что, может быть, надо было громкое имя какое-то выбрать. Дяденьке? Ну, не дяденьке, у него уже 53 года наверняка какое-то имя-то было. Я имею в виду, он пошел за франшизой к тому, у кого уже громкое имя. И в какой-то степени это... Нет, у нас в России это все очень часто на эмоциях заканчивается. Ой, как мне нравится, слушай, ты такой классный, у тебя все получается. Договор потом прочитал, ну, не надо мне смотреть ничего. Давай-давай-давай, скорее-скорее, я открываюсь. Очень часто на эмоциональности. Вы симпатичный дяденьке, нравитесь или тетеньке, неважно. И он тут же в омут с головой. Да, понятно, что это его проблема, но это встречается очень часто. Да, а если он идет в крупный бренд, то понятное дело, что соотношение риска и доходности — это обратная пропорция. Поэтому он может туда пойти, но доходность-то будет не очень высокая. То есть он, с одной стороны, будучи бизнесменом, такие вещи просчитывает, риск доходность. Для него эти слова не пустые. К слову, случались у нас в России известные бренды, которые практически в одночасье накрывались медным тазом. Простите, да, Арбат Престиж, но можно вспомнить, например. Да, и тут таз громкий был. Да, вот, был. Даже не медный, я не знаю. Так что, да, значимость бренда — это еще не все. Так, хорошо, Илья, прошу прощения, мы сейчас прервемся. У нас рубрика «Вне времени». Давайте послушаем ее, потом продолжим разговор. Ну что ж, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня учимся правильно оценивать свой или чужой бизнес. Представляю гостей еще раз. Студия Екатерина Саяк, генеральный директор компании EMTG, член Совета директоров Российской ассоциации франчайзинга. Илья Мунерман, генеральный директор, управляющий компанией Мунерман и партнеры. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Так, продолжим, продолжим, продолжим. Про дяденьку. Ну, про дяденьку понятно все, более-менее. В общем, да, как-то, видимо, он сам неправильно себя повел. Ну, да, потому что, на самом деле, проблема финансовой грамотности у нас присутствует. То есть, отсутствие рейтингов, отсутствие информации, отсутствие... Извини, пожалуйста, у нас присутствуют проблемы финансовой грамотности или, точнее, у нас отсутствует финансовая грамотность? Вы знаете, нет, у нас присутствует проблема финансовой грамотности, потому что при желании все можно найти. Очень многие инструменты, которые сейчас служат предпринимателям, в том числе западным, в России доступны. Да, у нас меньше информации. Да, у нас информация экстремально зашумленная, при том, что она является в смысле IT большими данными. То есть у нас много плохих данных. Но у нас, извините, еще есть... А плохих они плохие почему? Потому что они бесполезные или плохие они некорректные? Они некорректные. Они некорректные. У нас очень большие проблемы с финансовой отчетностью. Вот, например, там вытащить из нашей официальной отчетности хорошие сведения по амортизации, грамотно рассчитать на основе публичной отчетности, составленной по РСБУ, такой важнейший показатель, как EBITDA, это огромная проблема. Практически нерешаемая на сегодняшний день. Это очень большая сложность. При этом, если вы берете любой учебник западный по оценке, по ведению своего бизнеса, по эффективному управлению в МГЭТ, с EBITDA нужно сделать это, это, потом вот это и вот это, а вы ее посчитать не можете. Кроме того, у нас есть сложности, связанные с структурой бизнеса. Потому что, вот, например, когда мы составляли рейтинг франчайзингов, что такое франчайзинг? Это на самом деле очень сложный конгломерат различных юридических лиц, причем в разных режимах налогообложения НДСных и НВД, и еще плюс армия ИПшников. И все это находится в системе очень сложных взаимосвязей. И я вообще не представляю себе, как можно построить карту связей, как это все проанализировать, понять, кто кому принадлежит, кто у кого должен. Но это очень важно, потому что долговая нагрузка может оказаться как выше, и тогда это большие риски для франчайзи, который пришел в этот бизнес покупать франшизу, а так и ниже, и тогда это риск для нас, тогда мы неправильно оценим эту компанию внутри рейтинга. Илья, подождите, вы сказали, я не могу до сих пор понять, то есть действительно не могу до сих пор понять, или это просто... По участникам рейтинга могу, но по большому количеству компаний, которые мы анализируем, в том числе соочно на основе публичной информации, безусловно, не можем. Безусловно, не можем. На франчайзинговом рынке, к сожалению, вы не встретите мощных инструментов, таких как консолидированная финансовая отчетность, составленная по МСФО и заверенная солидным аудитором. Вот с этим ты не сталкиваешься. Балансовые стоимости от рыночной по отдельным позициям, причем это не какие-то второстепенные позиции. Это может быть земля, это может быть здание, построенное в 1953 году и болтающееся там по стоимости БТИ. Это огромные проблемы для оценки бизнеса, потому что вы не знаете, не можете оценить активы, а если вы не можете оценить активы, у вас сыпется все. У вас сыпется амортизация, денежный поток, у вас очень много сложностей, очень много. Мы близки к Америке, все-таки я вот сейчас Илью слушал, на 70% там, в 75 раз у нас. Ну, бывает, да. Это рядом. Да, да. Кать, что делать? Проблема тогда. То есть можно представить себе, да, вот есть бизнесмен, он говорит, я хочу в ваш рейтинг попасть, у меня есть информация. И вот он такую кучу вываливает информации, да, о которой сейчас Илья говорит. А он говорит, а Илья ему в ответ, а мы ее посчитать не можем, у нас нет. Вашими голосами. Если вывалил, можем. Можем все же. Если вывалил, можем. Здесь пока от обратного идет. Мы наоборот пытаемся все увидеть. Все-таки проблема в этом, да? Вывали — это не твоя проблема, ты главное — вываливай. Мы уже разберемся, как сконсолидировать, как карту связей построить, как эфициенты посчитать, как оценить тебя разными методами, и как еще заодно и проверить достоверность того, что ты нам предоставил. Потому что, в общем-то, поскольку отчетность предоставляется в неаудированном виде, очень часто именно по сети франчайзи у нас возникают проблемы. Потому что очень сильно завышается выручка, и как бы все думают, что только выручка влияет на рейтинг, и сразу у нас, значит, начинают ее показывать очень большую и красивую. А, кстати, действительно, возможность проверить-то у вас есть? Ну, конечно, есть. Ну, конечно. Не очень объективные цены есть уже, да? Конечно. Мы много лет занимаемся обработкой больших данных по строениям скорингов, рэнкингов, проектами массовой оценки и так далее и тому подобное. Потому что, к сожалению, сегодня индивидуальная оценка очень сильно скомпрометирована и в России, и на Западе. Индивидуальные рейтинги, рейтинги с раскрытием факторного пространства, потому что, к сожалению, ими манипулируют. Манипулируют и компании, которые составляют рейтинги, которые призваны верифицировать все это хозяйство, проверять. Очень большие претензии. Эти претензии просочились даже в массовое сознание. Если вы посмотрите фильм «Трансформеры» третью часть, то вы увидите, что главный злодей — это аудитор. Да вы что? Я смотрел третью часть? Нет. Я тоже нет. Он скрыл затраты на... Теперь я посмотрю обязательно. Да, на освоение Луны завысил их, чтобы человечество не освоило важный ужас какой. Вот оказывается, какие они аудиторы. Я всегда к ним с уважением относился. К сожалению, сейчас очень много претензий к экспертному сообществу есть у предпринимателей, у рядовых граждан. Но и предприниматели, и рядовые граждане, и экспертное сообщество идут вперед и изменяются. Появляется масса новых интересных технологий. В частности, появились поведенческие финансы. Вы можете анализировать не отчетность на какую-то старую древнюю дату, а сегодняшнее поведение бизнеса и его потребителей. Если можно поподробнее, под поведением бизнеса и его потребителей что подразумевает? Ну, смотрите. Во-первых, вы можете анализировать под поведением бизнеса добросовестность-недобросовестность. Например, если я вижу, что у меня была компания, которая осуществляла какую-то хозяйственную деятельность. Хозяйственная деятельность осуществлялась по простой схеме. Набрал кредиторской задолженности, вложил в запасы, прожил три года, быстро слился товарный знак на другую компанию, нашу искомую компанию перебросил в другой регион и вдруг хлоп и ликвидировал. По наработанной так схеме как-то, да, Илья сейчас? Да, да, да. Поступенно. Первое, второе, третье, четвертое. Параллельно запускаем поиск в интернете позитивных, негативных отзывов, ну и, в общем-то, видим, что товарищ эти компании просто штампует, перебрасывая с одной на другую товарный знак и ликвидит. Вот вам первый эффект. Поведенческие аспекты добросовестности и недобросовестности. О них свидетельствует, кстати, еще масса других поведенческих аспектов. Это адреса, телефоны, кто директором становится. А, кстати, вот про интернет, да, информацию из интернета, подчистить нельзя никак в интернете информацию? Можно, конечно. Этим занимаются СММщики, интернет-маркетологи. Причем активность этих ребят тоже видна. То есть наличие управляющей функции на неком массиве данных довольно быстро и легко тестируется современными статистическими методами. То есть все это есть, все это как бы делается, но есть и более интересные инструменты. Например, сейчас в Америке и в России уже тоже запущен такой инструмент, получила популярность Paydex. Что такое Paydex? Это Pay Index, индекс платежности. Совершенно потрясающая вещь, построенная на объединении обычных предпринимателей. Вот представьте себе, есть гигантский супермаркет, который хорошо платит компаниям, которые больше него. Он прекрасно платит за интернет, за газ, за электричество и так далее. Но если вы привезете туда салат, а вы скромный фермер, он будет платить вам два месяца, мотивируя это тем, что ваш счет находится на визировании. Мы большая компания. Сейчас его от юристов передадут экономистам. Пока там до главного бухгалтера дойдет. Да, насколько был нужен нам этот салат. Кстати, где следующая поставка? Что-то мы не видим. А потом салат уже не свежий стал. Мы, может быть, даже и не будем платить. Да, да, да. Вы знаете, наши юристы написали большой-большой текст про этот салат. Что-то там сложно как-то взять. Вот. Как с этим бороться? В Америке всем безумно не нравился лозунг «они слишком большие, чтобы обанкротиться». Поэтому, чтобы этих хитрых ребят как-то приструнить, создали Paydex. Все предприниматели сообщают, кто, в какие сроки, за что заплатил. 74 миллиона участников Paydex. И как только кто-то кому-то не заплатил, об этом сразу же узнают все и перестают у него покупать. Либо звонят и спрашивают, а какая у тебя проблема, что случилось, может быть, у тебя неприятности. В России тоже запущен, кстати, Paydex. Но в России единственная проблема, что у нас очень крупные участники Paydex. Поэтому мы знаем как раз, как платят за телефон, за газ, за электричество. Это мы тоже можем учитывать при рейтинге франчайзеров. Вот хорошая тема. Сейчас немножко времени, к сожалению, осталось. Принципиально чем-то отличаются подходы оценки в России и за рубежом, но в Штатах, в Европе? Вы знаете, принципиально нет. Принципиально нет. Вот. Факторы стоимости практически одни и те же. Основные это, конечно, выручка, прибыль и чистые активы. Основные это, конечно, подход к тому, что бизнес стоит в соответствии с методологией остаточного дохода. То есть есть некое стоимостное ядро. Это те активы, которые у вас фиксированы. Это либо ваша интеллектуальная собственность, если вы новая экономика, либо недвижимость оборудования, если вы старая экономика с землей вместе. Вот. Это некое ядро. И есть некий показатель эффективности использования этого ядра. Если вы делаете прибыль больше, чем ваши конкуренты, вы эффективны и вы стоите дороже, чем ваше стоимостное ядро. Если вы делаете прибыль меньше, чем ваши конкуренты, значит, вы проедаете свое стоимостное ядро, и ваши акционеры должны подумать о том, чтобы вас как менеджера заменить. Вот, собственно, такой подход есть, так называемая методология остаточного подхода, и сегодня она принята большинством консалтинговых компаний. Разница только в доступности информации и методах обработки. Потому что на сегодняшний день мне очень тяжело вести диалог с западными экономистами, потому что они нам говорят про Россию следующее. Современная экономическая наука приходит туда, где есть качественные данные для ее применения. Вы безумно интересно рассказываете о том, как вы, как это слово-то, упрощенка. Это же потрясающе, да, как у вас есть три равновероятных исхода, почему у компании нет отчетности. Это может быть упрощенка, это может быть Росстат не получил по каким-то причинам, а может быть она действительно недобросовестный контрагент и в принципе ее не сдает. И это три равновероятных исхода, это потрясающе. Но мы не хотим идти в вашу экономику, мы лучше пойдем в Кандинавию, где посчитано все. Каждая машина, каждый человек, каждое дерево и так далее и тому подобное. Вот как они к этому относятся. Но мы им оппонируем, мы им говорим, ребята, не идти в Россию это неправильно, потому что в Скандинавии живет вдвое меньше людей, чем в России. Поэтому давайте мы пойдем все-таки в Россию. Даже если упрощенку будете принимать, на круг все равно больше получится. Сейчас еще раз прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Последняя его часть у нас осталась. А тем, как за эфиром было сейчас произнесено огромное множество, но мы пытаемся сейчас самое главное, по крайней мере, еще обсудить. Напомню, тема эфира, как правильно оценить свой ильчурой бизнес. Сегодня в гостях Екатерина Саяк, генеральный директор компании EMTG, член Совета директоров Российской ассоциации франчайзинга. И Илья Мунерман, генеральный директор управляющей компании Мунерман и партнеры. Давайте сразу дальше. Кать, с вас начнем вот этот пресловутый, вожделенный мною список. Да, что я должен обратить внимание вот на это, на это, на это, на это, чтобы в конечном итоге не оказаться, как тот дяденька 53-летний у разбитого корыта. Ну, чтобы долго не занимать вашего времени, я, наверное, порекомендую, ну, самый простой вариант, это пообщаться практически со всеми действующими франчайзи. А насколько добросовестно франчайзер вам передаст этот список, остается под вопросом, потому что... Ну, это уже первый звоночек можно, да, расценивать? Совершенно верно. Если франчайзер вдруг по каким-то причинам юлита не дает вам контакт, значит, здесь вообще стоит задуматься и дальше не общаться. Это вот на самом деле самый такой простой вариант. Может получиться так, что франчайзер может дать частичный список. И, к сожалению, вы никак его не проверите. У нас нет в открытом доступе информации, особенно по закрытым точкам, и это есть проблема. То есть все всегда говорят, что у меня там открыто было за год 10, 12, 15 открыто. Да, а сколько закрыто? Две. И то они не закрыты, они из-за того, что там закончился договор аренды, франчайзер переехал, и, соответственно, для меня это как закрытие, а вообще это не закрытие. Там, когда начинаешь считать вот эти показатели открытых точек, да, и понимаешь, что там на самом деле должна быть совсем другая цифра. Значит, у него получается там, я не знаю, 10 открыл, а 50 закрыл, потому что есть и такая динамика. Но это нужно задуматься, нужно смотреть и сравнивать цифры. Ну вот, наверное, это один из самых важных, вот чтобы долго, еще раз говорю, не занимать времени, обязательно общаться с действующими франчайзи. И лучше обращать внимание на тех, кто недавно вступил в сеть, потому что все эти проблемы и, наоборот, все эти успехи, которые они добились на начальном этапе, это то же самое, что встретит человек, вступив в эту сеть. Ну, я так предполагаю, тем не менее, да, вот, все, что я сейчас услышал о тебе, я предполагаю, что, ну, не всегда искомая информация может у меня оказаться. Конечно, не всегда, но это как раз вот звонок для того, чтобы задуматься, да. Он сам волен выбирать, дам я тебе вот этого или дам тебе вот этого. Сайт есть, на нем есть список точек. Это не всегда. Сидишь, да, ну, во многих случаях, да, наши магазины, и смотришь динамику наших магазинов, открываются, закрываются. Вот самый простой вариант. Ну, понятно, что не всегда, но если ты надумал покупать, ну, потрать на это время, но все-таки вкладываешь, да, логично. Вот, деньги. Второе, это, конечно, договор. Это договор, потому что одним из элементов нашего скоринга, который мы использовали, была комфортность-некомфортность договора, который используется. А комфортность-некомфортность, я так понимаю, это, так сказать... Ну, условия работы. Да-да-да, условия, на одних, да, что называется... Неравноценный договор может быть. Да-да-да, потому что очень много договоров, крайне некомфортные. То есть франчайзи платят штрафы за любое, даже незначительное нарушение договора франшизы, а франчайзер... Не несет никакой ответственности. Это особенно важно в розничном бизнесе, когда сезонность имеет большое значение. Если там идет какая-то задержка поставки, то франчайзи очень много на этом теряет. И на это нужно обращать внимание, конечно. Ну, здесь, я думаю, да, Илья, для того, чтобы правильно договор выстроить, наверное, специалистов его надо приглашать самостоятельно, вряд ли, да, это... Ну, безусловно, это юристы, конечно. Юристы, которые специализируются и на франчайзинговых сделках, в том числе, потому что должна быть, по крайней мере... А у франчайзера есть типовой договор, наверное, да? Ну, типовой для него, по крайней мере. Есть, есть, есть. Он пригодит его, скажет, ребят, давайте вот так. Кстати, вы знаете, в рамках составления рейтинга мы тоже столкнулись с совершенно парадоксальной ситуацией, что находились люди, которые хотели участвовать, но не были готовы показывать договор. Да, забавно, забавно. Хорошо. Ну, Илья, к вам вопрос, тоже мы проанонсировали. Давайте все-таки основные критерии и параметры еще раз, да, обсудим. Вот, на что обычно обращают внимание для того, чтобы этот объективный рейтинг составить? Финансы. В первую очередь все-таки финансы, но нельзя финансы буквально понимать, что это только выручка. Это, как я уже сказал, три фактора, причем каждый из этих факторов достаточно сложный. Это выручка, прибыль, чистые активы. Это финансовая устойчивость, достаточность капитала, деловая активность и ликвидность. Основные финансовые показатели, которые анализируются в комплексе по всем элементам консолидированных финансовых показателей сети. Это первое. Второе, это, как я уже сказал, комфортность взаимодействия с сетью. Третье, это удовлетворенность, неудовлетворенность потребителей и сотрудников. Потому что есть, как бы, все-таки те, кто работали, понравилось, не понравилось. А можно вот так вот с этой точки зрения сотрудниками пообщаться? Можно. Это корректно? Это корректно. А почему нет? В франчайзе, безусловно, он общается с человеком, который отвечает за франчайзинговое направление в компании. И, кстати, если там большая текучка, опять-таки стоит задуматься. Нет, имеется в виду даже, наверное, другое. Ведь когда принимаешь решение, работать или нет, ходишь по самым-самым разнообразным сайтам. Например, если идешь на некие сайты поиска работы, на которых есть отзывы. Ты находишь человека, который там проработал, потом уволился, остался недоволен, написал отзыв. Есть о чем подумать. Либо это конкурент написал, он там не работал ни одного дня, либо это неудачник, которого уволили за дело, и он врет, потому что у него много свободного времени, потому что не может найти работу. Либо это действительно проблема и тревожный звонок. Это все тоже нужно посмотреть, проверить, задуматься об этом. А, кстати, как проверить? То есть выйти с ним на связь, пообщаться с ним? Да, написать, пообщаться, вопрос задать, почему нет. Вот, это все делается, это как бы выборочные проверки, они совершенно легко решаются. Вот, еще, конечно, это, как мы уже сказали, комплексный фактор прозрачности. Очень существенно влияет, чем больше отчетности, чем лучше эта отчетность, чем прозрачнее сеть, чем понятнее, какими экономическими мотивами была создана вот такая структура собственности. Потому что, конечно, иногда структура собственности усложняется правильно, когда у меня основные фонды находятся отдельно от операционного бизнеса, когда у меня товарный знак выведен в безрисковое юридическое лицо, когда операционный бизнес обоссабливается, чтобы максимальный риск не существенно снижал нашу устойчивость. Это разумные вещи, тогда я наоборот говорю, ага, это... Оправданное. Да, это оправданное, это разумный, рациональный франчайзер, он заботится о себе, он собирается долго работать. А другое дело, когда я вижу, что хаотичные присутствуют структуры внутри собственности, существуют совершенно непонятные финансовые ситуации, когда у нас один и тот же кредитор оказывается одним и тем же дебитором, а потом, когда раскрываешь уже учредителей и видишь, что там начинается какая-то чихода, понимаешь, что у людей, в общем-то, бардак. Наверное, эти схемы тоже создавались, исходя из какой-то мотивации. Безусловно. Были какие-то идеи. Отрицательные. Но вот да, вот очень не хотелось бы становиться участником этого великолепия. Пусть они сами себе варятся, там, учредители есть, им хорошо. Вот на это нужно смотреть. Поэтому, когда покупаешь франшизу, надо смотреть, думать, анализировать самые разные факторы. Ну и, конечно, самое главное для предпринимателя, который, точнее, обычно не предпринимателя, а обычного человека, который решил стать предпринимателем, это оценивать собственные силы. Правильно понимать, что предпринимательство — это не только приличный заработок, но и большой труд. Это время, которое на первом этапе ты будешь полностью вкладывать в развитие этого проекта, что франчайзер за тебя работать не будет. Это нормально. Катя, вот тебе вопрос-то, как правильно оценить собственные силы? Ведь это, мне кажется, очень сложная вообще, практически невозможная вещь. Ну, я, наверное, с вами не соглашусь. Мне кажется, это самое простое. Либо ты хочешь работать, и, собственно, работаешь. Хочешь, и не хочешь — это другое дело. Либо ты не работаешь, а покупать франшизу и ожидать, что за тебя будет работать франчайзер — это точно неверно. Из этого ничего не получится, какую бы франшизу человек не купил. Ну, то есть здесь от бренда, от величины, от стабильности компании, на каком бы месте в рейтинге она ни стояла, это не зависит. Да, франчайзер все равно должен работать сам. Я понял. Видимо, как-то печально прозвучала твоя фраза. Франчайзер должен работать сам. Ну, почему? Как говорил Степ Джобс, займись любимым делом, сделай его любимой работой, и тебе не придется страдать от того, что ты много работаешь. Это все, поэтому... Ну, и, кстати, Илья, к вам опять вопрос, поскольку вы генеральный директор управляющей компании. Наверное, логично предположить, что ответ на все эти вопросы, да, я могу получить у профессионала, потому что самостоятельно вряд ли я смогу всеми этими... Да, 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 да. Профессионалы, консультанты нужны, безусловно. Вот. Спрашивать нужно, не стесняться, не бояться консультантов. Вот. Благо, сейчас квалифицированных консультантов достаточно много. Вот об этом я хотел как раз услышать. Действительно, этот рынок сейчас насколько насыщен в России, и можно ли верить консультантам? Доверять, но проверять. Вы про оценочные консультанты? Уже про оценочные, да. Ну, не только, я думаю, про оценочные, не только про оценочные, потому что есть консультанты по персоналу, есть консультанты юридические, есть консультанты в самых разных направлениях. Но в российской оценке, хотя ее сейчас многие критикуют, квалифицированных людей очень много. На самом деле, если к нам обращаются не с нормативной оценкой, которая нужна для подтверждения стоимости какой-то сделки, а для того, чтобы честно посчитать стоимость и честно проконсультировать, сколько этот бизнес стоит, это очень большой подарок. Это действительно возможность для человека раскрыть свои профессиональные способности, возможности помочь другому человеку сделать бизнес. Вам будут очень рады и с вами с удовольствием поработают. Здорово. Ну и возвращаясь ко вчерашней феерическому событию, премии, Катя, несколько слов о перспективе. Как вы, с учетом того, что произошло вчера и с учетом работы, которая к этому событию феерическому привела, как вы смотрите вперед? Я очень позитивно смотрю вперед и я надеюсь, что данный проект пойдет дальше с увеличением в количественном составе участников рейтинга, потому что я уже говорю, что на сегодняшний день 13 компаний, которые раскрыли свою информацию, которые попали в этот рейтинг. Безусловно, это недостаточное количество, но тем не менее это очень важный шаг. И то, о чем говорил сейчас Илья, рассказывал, как оценить бизнес, нужно отдавать себе отчет и честно сказать, что предприниматель обычный вряд ли сможет так подойти к бизнесу. Поэтому мы этим проектом хотим помочь предпринимателям, мы хотим уберечь их от неверных шагов, от ошибок, но в конце концов мы же в этой стране живем, поэтому очень хочется сделать, чтобы в ней было как можно больше успешных предпринимателей. Это была благородная задача, спасибо, я опять этого дяденьку вспомнил, 53-летнего, надеюсь, что у него все... Давайте придумаем ему хороший конец. Все у него наладится. Он нанял консультантов и они помогли ему самому стать франчайзером. Спасибо огромное. Екатерина Саяк, Илья Мунирман был сегодня в студии бизнес-класса, мы обсуждали тему, как правильно оценить свой или чужой бизнес. Спасибо вам, уважаемые гости, еще раз поздравляю вас со вчерашним событием. Спасибо большое. Спасибо за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе.